Глава региона подвел итоги 2016 года и ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоялась сегодня, длилась почти два часа и в рамках беседы Олег Ковалев успел рассказать о достижениях и проблемах, решение которых только предстоит. Губернатор Рязанской области на пресс-конференции прокомментировал возможность участия в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Если я сейчас заморочусь на том, участвовать, не участвовать, идти, не идти, то очень трудно будет делать свою работу. Для меня сегодня главная задача – это концентрироваться на той работе, которую я делаю. Глава региона подчеркнул, что важнее для него сейчас конкретная деятельность, а не то, как он выглядит перед выборами. При этом Олег Ковалев уточнил, что многие проекты требуют постоянной работы с федеральными ведомствами. В качестве примеров Ковалев назвал музейный центр и БСМП. Много говорилось о реализации ряда проектов в социальной сфере. Построены новые ФАПы в районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, современные школы. В областном центре вводится в эксплуатацию новый корпус больницы имени Семашко. В свое время первое, с чего я начинал в системе здравоохранения – это создание системы материнства и детства. И вы об этом много и писали, и говорили. Мы привели в порядок все базовые родильные дома. Несмотря на сложные условия, в 2016 году удалось сохранить экономический потенциал промышленных предприятий и создать условия для развития. Ряд проектов при активном участии правительства получил федеральную поддержку. Среди них – СТП «Саста» и «Русская кожа». Рост наблюдается и в аграрном секторе. Отдельный вопрос наша телекомпания посвятила взаимоотношению власти и СМИ. У меня очень хорошее отношение к СМИ. Но у меня есть свои оценки. Они мои. Я не буду останавливаться, как я что оцениваю. Это мои субъективные оценки. Но по каким критериям я эти оценки для себя делаю? Это объективность, оперативность, профессионализм, глубина проработки вопроса и честность. Глава региона пообещал, что не оставит в беде обманутых дольщиков, а также разъяснил, что в грядущий год, который объявлен годом экологии, продолжится работа над очистительными системами РНПК. Приоритетными же в работе главы региона остаются социально значимые проекты, которые продолжают реализовываться даже в условиях непростой экономической обстановки.